Когда-то четыре народа жили в мире! Она чем-то напоминает мне саркосичку? Быть крашем всех девочек, не преступление. Авторесса! Вот тут-то где волосы? Ваши герои набирают у меня плюс пять лет точно. Хей! Всем пламенный привет! Меня зовут Нала. Давненько меня не было на канале, впрочем, как и всегда, но сегодня у нас с вами наконец-таки ваша любимая рубрика, которая называется «Критика». Для всех тех, кто первый раз на вам канале или просто ничего не помнит и отходил подписывать на прошлом выпуске, я объясню еще раз. Дисклеймер! Дисклеймер! Все работы, которые вы будете видеть в этом видео, отправлены моими подписчиками, зрителями и просто мимо проходящими людьми добровольно. То есть они знали, как именно, в каком ключе я буду обозревать их арты. Так что писать про меня, что я токсичная, мерзкая и вообще не очень приличная женщина и, в принципе, тварь, конечно же, можно в комментариях. Пожалуйста, приступайте прямо сейчас. Ну, а я начинаю. Поехали! Как вам мой сегодняшний макияж? Кстати, мне кажется, я очень даже не авка. Надеюсь, вам понравится. Напишите в комментариях. Инструкция к успеху простая. Просто захожу в свой любимый паблик, пиксельное аналог, вот так вот прокручиваю, нажимаю на фото, альбом. Вот здесь вот клац. И ищу альбом с одноименным названием Критика. И вот здесь вот мы можем видеть все ваши работы. Ну, в общем-то, свои бриллианты я никогда не упущу. Ну и первая работа на сегодня. Вода, огонь, воздух. Когда-то четыре народа жили в мире. Ох, как я раньше фанатела по этому мультику. Это, насколько я поняла, прекрасная ТОВ из мультика, я уж не знаю, как это считать, аватар, легенда об Анге. И почему же она оказалась на моем разделочном столе? Во-первых, ну давайте с плюсов начнем, потому что всем уже, всех же нужно похвалить, сказать, что все в порядке. Мне нравятся цвета, мне нравится фон. Он такой интересный, при этом не яркий, не кричащий. И наша героиня, она выделяется, и как бы все получается так гармонично. Но проблемы с лицом абсолютно. Даже если это стиль. Блин, ребята, еще раз, уже третье видео подряд. Говорю, никогда не сваливайте все на стиль, потому что это заметно. Я могу признать, например, если я где-то накосячила, что я накосячила, а не у меня стиль такой, кривые руки рисовать. Проблема с подбородком. Он очень короткий лицо. Волосы, как будто на ней надет парик, и даже не из-за формы и длины прядей. Вот тут-то где волосы? И, опять же-таки, покрас самой главной героини немного мыльный. Если это фон, то это окей. Типа за фон вас никто ругать не будет. Но если это центр композиции, тогда это все-таки немножко заметно. И плюс. Кукошник у нее, видите, четко прорисован. А вот эта вот рубаха такая вся, немножко желеобразная такая. Ну, давайте откроем в фотошопе, и я немножко подправлю черты лица. В целом, работа мне нравится. Я думаю, что автор может многого в этой жизни достичь, если продолжит рисовать. Пуехали. Итак. Вот что было, вот что стало, вот что было, вот что стало, стало, было, стало, было. Кажется, у меня она стала как-то повзрослее, такая вся более прорисованная, и немножко я ей вот этот вот костюм прорисовала. Ну и, конечно же, напишите, что вам понравилось больше, то, что было или то, что стало. Ну, а мы продолжаем, поехали дальше. Какой у нас малыш-крепыш-то тут, оу, типа же мой. Вот традиции начинаю с плюсов, чтобы не ранить ничьи нежные чувства. Детализация, детализация просто божественная. Если мы увеличим, мы увидим тут маленькие прорисованные шнурочки, вот это вот скейт, прям, ну видно, короче, что автор или авторша, авторка, авторесса. Я, конечно, не феминистка, но вот если бы меня называли авторесса, я бы была просто в восторге. Авторка как-то вот звучит, как какая-то овчарка, а авторесса — это уже гордое звание научного руководителя. Ну да ладно. Плюс хочу похвалить за то, что автор совместил 2D и 3D, что он взял, по-видимому, вырезал свой арт и наложил его на прекрасные растения. В общем, выглядит очень вкусно, очень красиво, сочно, ну и интересно, потому что у нас, как говорится, выбор-то невелик, но вот таким людям, которые могут что-то интересное придумать, респект, как говорится. Но все эти плюсы очень перекрываются анатомией, потому что сломанные ноги, они как бы вы прекрасно не рисовали, они испортят все. Давайте откроем фотошоп и проведем подробную экзекуцию. Опять же такие, как я уже говорила, прекрасные детали, но я, если честно, даже у себя в голове не могу понять, что подразумевал автор под таким положением ног, которые почему-то одна больше другой, я не знаю, может быть, это ракурс подразумевался. Сама когда-то так рисовала. Вот здесь вот я изобразила небольшую схемку того, как, по моему мнению, должно это выглядеть, потому что подробных описаний никто не предлагает, не прилагает, так что... И давайте, согласно вот этому моему референсу, попробуем исправить этого симпатичного мальчугана, потому что, типа, положение ног на скейте, оно вообще пугает. Это будто бы они исказили пространство своим существованием, но это все, конечно же, без негатива. Обидно вам сказать не хочу, просто шучу. Ну что ж, давайте творить вольщипство. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот какой чудесный мальчик у меня получился. Я, конечно же, попробовала сохранить все эти детали. Видите, вот если тут увеличить даже на пофточке Кельвин Каляй написано. Вот. Уважаемый бренд одежды, с вас пять тысяч рублей. Итак, вот что стало, вот что было, стало, было, стало, было, стало. Как будто бы ваши герои набирают у меня плюс пять лет точно, потому что здесь он прям такой мальчик, а здесь уже не мужчина, но муж. Как-то так, мне кажется, что с ногами у него точно стало получше, потому что здесь вообще, конечно, они несколько странно расположены. Вот, как-то так. Ну, а мы с вами поедем дальше. Ох, это пример одной из классных работ, которая мне нравится. Во-первых, вы знаете, что я очень люблю, когда люди, работая в диджитале, используют все, как бы, фишечки, извлекают максимум из фотошопа или саи. Мне нравится, вот здесь очень фон, выглядит безумно интересно. И, знаете, это даже похоже на обложку какого-нибудь трека или что-то типа Билли Айлиш, ну, не знаю, просто зеленый цвет у меня с нее ассоциируется. Мне нравятся глаза, чем-то напоминает Братс, ну, в общем, всем хорошо, всем хорошо. И эффекты, то есть даже если ваш стиль не такой реалистичный, продуманный, как у многих других, то пытайтесь сделать себя за счет каких-то эффектов, технологий, и, ну, никто не скажет вам, что это плохо. Я не говорю, что не надо развивать анатомию, но почему бы не воспользоваться? Но эта работа просто шикарная, и я бы даже на автора подписалась дальше. Еще одна работа — это портрет. Мне нравится цветовое решение, кстати, ребята, по цветам у многих все очень даже прекрасно и радужно. Не в прямом смысле слова «радужно». Как будто бы автор не очень знает программу, в которой работает. Мне кажется, побольше практики, и будет все хорошо. Небольшие затертости в шее вот здесь вот, но это можно подкорректировать. В принципе, работа симпатичная, я думаю, что если больше стараться и больше времени уделять покрасу, то все будет чеки-пуки, так что тут даже, мне кажется, исправлять ничего не надо. Ну и давайте последняя работа на сегодня — вот этот прекрасный «Жентелемент». Я, естественно, не знаю, из какого анониме или это чей-то ос, но первое, что мне бросается в глаза — интересная, приковывающая взор рука. Она чем-то напоминает мне сыр-косичку, но это чисто визуальные, как говорится. Маячки. Ну ладно, в чем проблема? Во-первых, переборщил автор или авторесса со складками. Уж явно нужно было их сделать поменьше, и не только вот здесь, в одном месте на сгибе локтя. Мне очень нравится лицо, что я могу сказать, и интересный ракурс персонажа, потому что многие на это сейчас в наше время решаются. Ну что ж, давайте открываю фотошоп. Метр девяносто пять, наверное. Видно, что парень у нас высокий. Быть крашем всех девочек — не преступление, а воровство сердечка. Вот тут немножко подправим шею. В общем, везде помаленечку, помаленечку, и будет целая картина. А, непонятно, что конкретно автор и пил еду. Будем разбираться. Стартуем. И так, вот что было, вот что стало, было, стало, было, стало. Как вы уже могли понять, я особо не переделываю ваших героев и ваш стиль, а лишь корректирую его так, как это могло бы выглядеть в идеальной версии, по моему собачьему мнению. Ну, мне кажется, он немного выпрямил свою осанку, стал таким жентельменом просто, как говорится. Как-то так. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал, заходите в описании, там есть ссылка на мой ТикТок. Я там снимаю видео со своими персонажами в последнее время только туда. Так что не проходите мимо. А то что это такое? У меня в Ютубе получается 100 тысяч подписчиков, а в ТикТоке всего 40. Нужно это исправлять, так что давайте. Вам не сложно, а мне очень приятно. Ну и, конечно же, пишите в комментариях. Любой ваш лайк или дизлайк, любая реакция очень сильно влияет на продвижение видео. В общем, обязательно подписывайтесь на паблик и инстаграм и все-все-все социальные сети. Присылайте свои работы в альбом Критика. Его, кстати, очень легко найти. Не знаю, почему многие люди пишут, что это максимально сложно. Как-то так. Всем вдохновения и хорошего настроения. Не забудьте, кстати, на колокольчик нажать. Все. Пока-пока-пока. Продолжение следует...